Прямо сейчас на стенде издательской группы АСТ у нас появится председатель Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации автор книги Корзинко со старыми театральными программками Владимир Евгений Чуров Пожалуйста, уходите в новую стенду издательской группы АСТ Время определения Владимира Евгеньевича Мы ожидаем буквально через несколько секунд Здесь на стенде издательской группы АСТ Итак, сейчас здесь, пожалуйста, встречайте На стенде издательской группы АСТ у Владимира Евгений Чуров Пожалуйста, давайте встретим нашу гостью аплодисменты Здесь у Михаила Васильевича Так, власть и бездательской группы Астрологии Время определения Владимира Владимировича Время определения Владимира Российской Федерации В партии Единая Россия Время Дмитрия Анатольевича Владимир Евгеньевич, Вам слово Это для того, чтобы Михаил здесь был Есть как минимум три причины Во-первых, он тоже родился в Ленинграде, как и я А книжка посвящена Ленинградскому театру в основном Во-вторых, он присутствует здесь Как одного из своих первых издателей Я его опубликовал, первые рассказы в стенной газете Литературный физфакт в 1971 году Ну и в-третьих, он здесь присутствует Как человек в литературном деле И мой очень, как вы понимаете, очень старый товарищ по Перу На самом деле мы начинаем благодаря... Я очень благодарен издательской группе АСТ Которая предоставила впервые, наверное, в своей истории Площадку для презентации книги другого издательства Издательства Кучкова поля И предоставила эту возможность для очередной встречи С избирателями, избирателями, которые любят книгу А избиратель, который любит книгу Это среди лучших избирателей самый лучший Вот поэтому мы сегодня с Михаилом здесь И мы... Он мне поможет представить мою книгу Которая посвящена театральной программе Театроведческой Труд театрального критика Это труд собирателя театральных программ И мемуар театрального зрителя Здесь написано только о том, что было увидено Начиная с 1965 года Своими глазами При этом здесь в этой книге очень много героев Часть из которых еще частью живы И, например, актриса, выпускница знаменитого курса 1971 года Ленинградского государственного института Театра музыки и кинематографии Ныне один из руководителей украинского театра Наталья Вахтанковна Надирадзе И московский ныне актер Александр Егоров Начинавший свою карьеру в Ленинграде В знаменитом спектакле «Зримая песня» Давай им буду помогать Владимир Евгеньевич еще раз совершенно справедливо сказал Дело в том, что сейчас перед вами сидят два человека Которые ходили по театрам Во второй половине 60-х, 70-х в городе Ленинграде Вот, вероятно, поэтому, на самом деле, мы здесь вдвоем Потому что Ленинград был городом Не только филармоноцентричным Но и театроцентричным И, в отличие от Москвы Куда ходили в театры на актеров В Ленинград ходили на спектакли Спектакли, конечно, были уникальны Потому что сегодняшний русский театр Это скорее музей театра Память театра Но не то, что было там Потому что залы ломились Люди еще ходили как на праздник И только потом стали ходить в ежедневном Об этом действительно говорили их Это было до чрезвычайности интересно С тех пор такого уже не было Потому что, понятно, в одной книге обо всем не напишешь Когда шла у вертюра к медному всаднику в Мариинке И когда зал видел эту декорацию То первая овация была художнику-постановщику У того же Товстанокова в БДТ Художники работали гениальные Потому что при всей скупости Это была невероятная эффектность и сценография Этого всего было очень-очень много И ты видишь эти фамилии Великих актеров Из которых многих уже нету И ты вспоминаешь, как это было тогда Это необыкновенный дух времени И это может быть записи В лучшем театральном периоде Советского Союза Совершенно верно И главным героем этой книги Стал Владимир Егорович Воробьев Режиссер Который относится к легендарному выпуску Под руководством Товстаногова Это 65-й, если не ошибаюсь, год Это был выпуск гениальный Режиссерско-актерский, смешанный И Владимир Егорович Воробьев Работал над такими Студенческими спектаклями Вместе с Товстаноговым Как «Зримая песня» и «Висайская история» Это первые в истории Советского Союза Мюзикл И гремевшие на всю страну И вывозившиеся даже во Францию То есть вот в 60-е годы во Франции Пользуется популярностью Вывезенный гастрольный спектакль Студенческий Ленинградского государственного института Театра музыки и кинематографии Затем Владимир Егорович много лет Работал в театре музыкальной комедии Где поставил знаменитые Свадьбу Кричинского Дело И еще много очень интересных спектаклей И вот этот период Вы знаете, как быстро все забывается Вот когда мы все вспоминали в начале работы над этой книгой Кто был третьим ссорежиссером В театре Ленинского комсомола В конце 60-х, начале 70-х годов Их было три Сандро Товстоногов Это сын Товстоногова Владимир Егорович Воробьев И судорожно вспоминали Кто же был третьим И оказалось, что фамилия третьего режиссера Ермакова, младшего Было полностью забыто Ее даже в интернете не найти А потом выяснилось, что был сначала и четвертый Что Ефим Падве Начинал в этой же группе И был уникальный случай Когда четыре со-режиссера Буководили театром И прикиндуя на полноту На всесторонность Описания событий Я хотел бы, чтобы люди вспомнили Вспомнили о тех славных временах И, может быть, заинтересовались дальнейшей судьбой Историей музыкального театра в России И вообще театра Я совершенно согласен с Михаилом Что это был лучший, на мой взгляд Период развития театра в нашей стране Волонь, то я еще был на второй премьере Всего их было пять премьер В 64-м году Я школьником еще был В правом верхнем углу В белом прямоугольнике Висел эпиграф к спектаклю Он умел родиться в России с умом и талантом Пушкин В те времена это звучало Весь Ленинград ходил смотреть этот спектакль два раза Потому что Чацкого играл Юрский Это было одно Юрский был великий актер Юрский, то есть, дай бог ему здорово Он здесь завтра выступает Вот в тот Ленинградский период В неписанной табле о рангах Неофициальной Во второй половине 60-х Юрский был великий актер номер раз А второе исполнение Чацкого Это был рецептор Поздравляем, поздравляем всех героев России Исторический съезд Объединенная Россия Прекрасно поддержал Выдвижение На пост президента России Путина Владимира Владимировича И на пост президента России И партия Единая Россия И дверь его Дмитрия Анатольевича Поздравляем Поздравляем